Корни примитивизма, направления живописи, к которым и условно можно отнести работы нашего героя, уходят в народное творчество и лубочную живопись. Еще в середине XIX века такое определение живописи, как примитивизм, имело ярко выраженную негативную окраску, характеризуя предмет изобразительного искусства как бездарный и неумелый, в котором не соблюдаются пропорции, нарушена композиция и напрочь отсутствует светотеневой рисунок. Сегодня отношение к этому направлению поменялось в корне. Характерные черты этого стиля – непосредственность, яркость выражения, красочность, простота формы, востребованные в современном мире. Обычно картины, выполненные в жанре примитивизма, просты не только образами, изображенными на них, но и названиями. И в этом художник Юрий Габриилович верен традиции. Море, лебедь, щука, раки, осень, рассвет – вот только некоторые названия. Ёмко и просто, как сами картины. Три года назад я висел сюда переехать не совсем. И так получилось, что полтора года назад переехал. Ну, постоянно живу здесь. Пока все нормально, чуть-чуть преподаю английский язык, прям, даю частные руки. И, ну, другой, самый большой интерес – живопись. Очень люблю рисовать, особенно, вот, акрилом, накрыл. И хочу дальше, в будущем, сдавать больше, больше выставок. Постоянно рисую, постоянно, каждый вечер, почти каждый день рисую. Тогда, друг, как городской пейзаж вам интересен? Конечно, все живопись меня интересуется. Все, все меня интересует, очень, очень интересуется. Художниками-примитивистами часто называют самоочек, не имеющих представления о канонах академической живописи. По отношению к нашему герою это не совсем верно. Он закончил колледж живописи в Англии. Но есть в его творчестве и экзотические пейзажи, и фантастические изображения, редкие птицы и цветы. И кажется, что эти работы создавались совсем другим человеком. Такое же ощущение производят английские пейзажи. Они по-особенному хороши. Эта выставка, прежде всего, привлекает внимание, ну, вот, какой-то своей камерностью, какой-то своей искренностью, непосредственностью. Вот небольшие по формату картины, вот они призывают к какому-то диалогу, к тому, чтобы внимательно их рассмотреть. Ну, как бы, первое впечатление – самые обычные сюжеты, самые непосредственные, которые мы видим, ну, зачастую вокруг себя, в обыденной жизни. Но в то же время они останавливают на себе внимание, привлекают и заставляют задуматься. Вот такой он, странный, многоликий этот человек удивительной судьбы. Юрий Гаврилович.